Святые книги Жития и наставления подвижников, что бы мы делали без них, как бы мы жизнь свою христианскую выстраивали, если бы не было у нас свидетельств честной, подвижнической, красивой, подлинной христианской жизни святых угодников Божьих перед глазами. Здравствуйте, друзья мои, мои дорогие слушатели и зрители! Каждый из нас испытывал воистине священный трепет, переворачивая страницы наставлений святых угодников Божьих, читая Священное Писание, запоминая, может быть, какие-то строки, страницы наизусть, цитируя эти священные слова. Вот у меня в руках жизнь святого Антония Великого, написанная другим святым человеком, святым Афанасием Александрийским. Антоний Великий был первым человеком, который не просто предпринял опыт отшельнической жизни, не просто был первым отцом монашества, но он же и написал первый очерк демонологии. Вернее, не написал, а надиктовал своим ученикам, поскольку сам Антоний был египтянином, греческого языка не знал и грамоте не умел, что, собственно, не умоляло ни в коей мере его святости и апостольского преподобнического достоинства. В текстах святых мистиков, которые шли стопами Антония Великого, вы встретите очень много упоминаний о противоборстве, которое было между святыми и демонами. О том воинственном кличе, который бросали подвижники Божии, уходя в пустыню, затворяясь в келье, предпринимая какие-то постнические подвиги и молитвенные, поскольку всякая подвижническая жизнь есть вызов, прежде всего, духам нечистым, тем князьям области воздушной, которых писал апостол Павел. Эта тема демонология очень страшная, тревожная. Мы пытаемся об этом не говорить, пытаемся как-то открещиваться в буквальном смысле от этих вопросов и проблем, но так или иначе мы сталкиваемся с действием нечистых духов не только на нас и в нашей жизни, но и в жизни целых государств. И в текстах святых подвижников мы неоднократно встречаем упоминание о том, что духи нечистые являются подлинными виновниками бедствий, которые постигают наш видимый мир. Макарию великому, Макарию египетскому, великому угоднику Божию было видение князя Бесовского, который шел в растрепанной одежде, изорванной одежде странника, бесприютного скитальца, которая вся была зашита карманами. Из каждого кармана выглядывало горлышко какого-то сосуда. И вот Макари остановился и спрашивает, куда ты, бес, идешь? Вот святые старцы так запросто разговаривали с духами, они видели и ангельский мир, но и мир демонов был им открыт и доступен. Они обладали даром тут же распознавать бесовское искушение. И вот демон говорит, вот я иду в монастырь искушать братья и несу вот эти сосуды, которые со мною. Есть в моих сосудах настойка зависти, где-то сребролюбие, есть эликсир похоти, ненависти, гнева, злобы. Я пробую, даю пробовать каждому из братьев. И что ему понравится, то ему и оставляю. Вот эти эликсиры сатаны, они повсюду в нашем мире разлиты. Демоны нечистые искушают нас, они же вызывают распри в семьях, когда отец восстает на сына, сын на отца, когда мира нету в доме. Именно потому, что мы с вами не подвязаемся против всех этих искушений, которые разлиты вокруг нас. Мы перестали быть сдержанными, мы не различаем духов. Между тем, если вы возьмете какой-нибудь древний текст, например, даже кельтские предания или предания из корпуса смерти Артура, то самым последним, самым страшным знаком распада мира для людей раннего Средневековья и поздней Отечности было, когда сын восставал на отца, отец на сына, невестка на свекровь, когда дети презирали своих родителей, или когда не было мира в доме, когда род, семья разрушались. Но люди древности, которые всегда прислушивались голосу святых старцев, они противостояли этим искушениям. И вот Антоний Великий был первым человеком, который описал практическую сторону борьбы с демонами. Его демонология имела практическое применение, практический ресурс. Она была прикладной, насущной очень. Он своим ученикам говорил, что я хочу рассказать вам не о самой природе демонов, а о тех искушениях, тех испытаниях, которыми они нас подвергают. И самое главное, что Антоний Великий подчеркивал в своей речи, в своих наставлениях, это то, что демонов мы не должны бояться, но не должны мы и недооценивать их воздействие на человека, на целое человеческое сообщество, даже на мир животных. Есть такой эпизод в житии Антония Великого, когда ему явился демон в образе великана, огромного и страшного. Скрижища зубами, пугая Антония, он шел навстречу великому старцу. Вот как бы мы отреагировали на такое видение, когда то, что мы видим, очень осязаемо, оно очень натуральное, это не сновидение. Если происходит такое искушение, это что-то настоящее и страшное. И Антоний описывает атмосферу эмоционального потрясения, которое испытывает человек, проходящий через это видение. Это атмосфера ужаса, паники, тревоги. Именно в такой ситуации и являются бесы. Антоний подчеркивает, что мы должны отслеживать свои чувства, ощущения от видения. Именно потому, что ангел сатаны, как говорил апостол Павел еще в послании к Коринфянам, может принимать облик ангела света, то есть обманывать наши чувства. Но тревога, внутренний разлад не исчезнут. Если вам явился ангел, если видение законно, вы будете испытывать тихую радость, веселье, вам не будет страшно. И вот Антоний и явился этот великан. Антоний осенил себе крестным знаменем. И дальше совершенно потрясающий момент. Он бросился на него с кулаками, замахнулся на этого свирепого великана, и великан исчез. И вот Антоний Великий говорил, что самое большое оружие, самое сильное против демонов, это крестное знамение, конечно же. А во-вторых, это бесстрашие и мужество, которое должно быть в сердце христианина всегда. Это очень важно для нас. А для того, чтобы было бесстрашие и мужество, нужно вести жизнь чистую и непорочную. Нужно стараться в себе, в самом, подавить, истребить эту распорю, которая вокруг нас таким соблазном, щедром рассыпана. И для подвижника, как говорит Антоний Великий, самое сильное оружие против нечистых духов — это правая жизнь и вера в Бога. Правая жизнь, когда совесть тебя ни в чем не обличает, и вера в Бога. Потому что совесть — изрядная трусиха, она может нас обмануть. Но вот если мы сверяем сердце свое со священным писанием, с верой в Бога, то тогда мы можем дерзновенно предстоять перед престолом Божиим. Тогда, чтобы с нами не случилось, чтобы Господь не доверил нам испытать в этой жизни, мы перенесем вот так крестные знамени, бесстрашие, правая вера в Бога и праведная, милосердная, добрая жизнь с добрым сердцем, с добрым намерением. И самое главное — воспитание себя и своего сердца в любви и доброте. Продолжение следует...